привет вы на канале гранд тюнинг помните я вам обещал интересненький проект вот он теперь по тихому начинает свершаться мы сейчас в симферополе в тонирующем центре гранд тюнинг во втором тонирующем так сегодня у нас приехал вот такой вот эскалайд вот будем тонировать ему задний комплект и передние и боковые атермальная пленочка solar guard ультра performance будем тонировать его не разбирая потому что ну такого коня жалко разбирать я думаю тут клипса не не доллар стоит дороже так в данном случае сегодня я буду чисто оператором работать не буду будут работать парни которые здесь привыкли которые здесь постоянно работают мое дело будет просто и ходить снимать комментировать короче посмотрите выйдет круто обещаю короче короче идет процесс обрезки вставили сюда скобы скобы работают ну просто идеально как надо сейчас будем смотреть как как с ними будет хорошо и прекрасно заноситься кабанчик очень такую большой даже нормально не вмещаясь чтобы снять его ну думаю когда выгоним на улицу посмотрим как оно все получится процесс замывки все сначала губками до лезвиями не делаете ну иногда на старых машинах олег а включи зажигание она включается по ходу до пара загорелись накидки не надо все это человек делает все первый раз смотрит пробует как она как она ну мне кажется у него лицо немножко улыбается ему мне кажется нравится чик вишенами как работает продумано я по подсказываю чуть-чуть ну пожалуйста что это немножко мы сейчас вместе эти заложники обстоятельств минимум воды у нас воды столько уходит не надо поменять уже там стоит фильтр салфеточный да и он хреново растиряет я клею бы больше клею бы больше больше не льет больше накачаешь он рвет и всегда то это я его у васиным козелком тонировал у него такой нажал подержал и нужно за три секунды раньше отпускать его потому что он еще льет или как ты таким инструментом работаешь видно все движения такие четкие очень по конь по кантику по краюшку олег сколько ты уже лет тренируешь машины страшно вообще что-то там столько людей не живут некоторые даже и не живу не но так примерно лет двадцать точно лет двадцать точно уровень хуль так теперь специальные безворотовые салфеточки убираем да немножко другая техника замывки ну уверен уверен это кунг-фу отточена у каждого свою кунг-фу работает она мне кажется главный результат работа этих ребят я видел уверена тут кунг-фу отточенная прям круче чем у панды кунг-фу уголочки такие верхние у тебя аккуратненькие получились я для себя на заметочку взял лишь так чик и ножницами верхний верхний уголочек очень так аккуратно прям видно такие у тебя эти скругление ножницами прям четки не каждая портника там когда вы которые с ножницами в ход зубы лапы хвост надо чтоб с хвоста шерсть не летела неудобно когда половину работы делаешь со стендом половину работы без стенд надо побольше Продолжение следует... 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 подбивать то скобы защищают карты от горячего потока воздуха и все это чик чик ну короче я уже можно сказать я увидел то что я хотел увидеть я хочу видеть радость глазах этого специалиста все офигительно затонировали дверь еще одну со скобами теперь идет тонировки форточки форточка самая самая простая вот шилкография вот шилкография процесс замывки очень интересен каждый раз резиночку салфеткой вытираешь чтоб не было грязи на самом деле столько таких мелочей в тренировке которую такая тогда маленькая мелочишка я нам уже так изменить представление о работе на сухую таки не пробовали формовать пробовал на джонтонс бэби ну и как тебе после мокрого способа стекла мне как бы так привычный на мокру сложная да вот специальную взял попробую не конечно однозначно формуется лучше сложные для для тебя какие типа ланаса или ланас тоже пилюка край свернут недавно круизер такой знаешь в ретро стиле такой выставить и красник такой красный рпт ну понял да да круизер на киа спектра вот тоже нормально залетает прямо на сухую ракете гутов самообрезной да кстати очень удобно для форточек но у меня этот на белый тефлоновые обрезали на угол это обычно ракеля точишь чем-то постоянно либо шкуркой фетровой все хочу себе купить этот точил да херня да вот тоже так вот не раз слышал что херня каждый раз вижу на сайте купить потом вспоминаю так говорили что херня ну это знаешь и сточить если у тебя он там знаешь зазубрина такая там два миллиметра ушатан если в калда да как бы да там подточить ну до такого момента лучше инструмент свой не допускать да еще постараться так сделать ну в принципе форточка готова как правильно ее отжать вытереть чтобы чтобы хозяину машины за 6 миллионов работа понравилась все форточка готова я думаю теперь заднее стекло заднее стекло тут тонировать раз два кстати кто если будет тонировать такую машину знаете собачатники форточки разные с той и с другой стороны нужно делать лекало отдельно на две стороны так ну начался самый интересный процесс ради которого можно сказать я сюда и приехал это будем тонировать передние стекла от термальной пленкой solar guard ультра перформанс 80 так вот интересная технология которая позволяет экономить кучу кучу лезвий дорогих ребята вырезают ножницами вот эти вот моменты мне кажется это очень очень удобно и практично даже если нет стенда если вы работаете на коленках то этот метод будет просто огонь сам хочу к нему прийти его попробовать научиться ну уверен что лезвие это сэкономит много и и времени не нужно линейку каждый раз подставлять короче все нужно пробовать самый главный важный процесс подрезки кромки чётенько одним движением вот этот самый крутой момент обрезки уголка я тогда же лезвием ножиком на стенде четко уголочек красивенько не обрезаю на стенде может он получается мега аккуратненький смешно тихо и шуток мексус шуток процесс замывки переднего стекла на аппарате с такими колесами не разбирая карт не снимая кстати вот этот хозяин ну интересовался типа карты будете снимать не будете снимать стекла я ему сказал типа нет не будем снимать знаешь такими на уважухой проникся типову нормально так тихо у нас я когда сам видео снимаю не закрывались откуда у меня эти истории берутся я не знаю уже ты больше блогер не получил голова голова именно этот генератор случайных мыслей да такая же херня когда на сайте смотришь о заебись это нужно купить это тоже заебись надо купить а потом итоге берешь руки в общем-то как бы и не особо на тебе нужно было вроде и прикольная да и на прикольная да и на прикольная просто вот как бы но сайт тоже такой булочек тут валялась валялась пять лет потом в какой-то булочек нужно куда-то где-то подлезть и ты берешь то что да и думаешь о голод и над ради этих трех секунд работы я тебя купил пять лет назад слышу сзади шуршание пленки нас нужно отходить в сторону хорошо так вот 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 это прям вообще хорошо залезло уголочек внутри хлоп до 3 секундочки проверяем уголки боковые кантики чтобы не было зазора это это очень важно чтобы там не было зазора пленочка прозрачная но все установлено сэкономили кучу времени и нервы клиенту что он знает на его машине за 6 лямов не разбиралась не откручивался ни один болтик закрученный американцам я надеюсь сша собирается такая машина нет в калининграде как бмв разболтанные где-то в мексике где собрано сейчас поинтересуемся что-то картошка то здесь не пахнет непорядок вот верхний кантик получился ну чётенький прям незаметно вот где он где кончается стекло и начинается пленка или кончается пленка начинается стекло пробиваем вверх ну лишь по пленке что можно это сказать как нет не ну прикольная пленка чтоб они мне ну на просвет хорошая насчет ее свойств ну понятно это но жалко что лобовое здесь не будем тонировать я очень хотел чтоб ты почувствовал как вот она формуется как вот она ложится прям прям охерительно вообще на улицу выйдем посмотрим как она эта пленочка на просвет ну идеальная оптическая прозрачность вот есть пленка вот нет пленки ну офигительно на улицу выйдем будет еще красивее сейчас короче я теперь на сто процентов убедился что скобы кликбрейс помогут как начинающему тонировщику нормально начать так и опытному профессионалу все тебе снимаем достаем скобы тонируем лобовую полоску и наслаждаемся качеством пленки стол аргар ультра перформанс 80 все чики затонировано ни один болтик не был откручен как лучших домах лондона и парижа затонировали эскалейт сейчас он к нам выйдет сюда подай ее в кашу ей вообще ничего не видно смотрим а термальную пленку через лобовое через боковые практически одинаково на просвет здесь практически тоже одинаково все белая на просвет но на факт ультрафиолет будет работать просто офигительно жалко конечно что не заклеил лобовое с лобовым было бы гораздо ярче вот я думаю отсюда заметно лобовое чуть чуть белее чем боковое стекло ну в принципе прям светопропускаемость у него просто отличная оптическая видимость просто отличная у пленки не стыдно не стыдно показывать такую работу клиенту жалко что без лобового а так все офигительно крутой кабанчик Grand Tuning всегда лучше